Друзья, всем большой привет! Наверняка вы видели фотографии бойцов Красной Армии, на которых надет спасательный круг. Однако далеко не все знают, что на самом деле это специальный плавательный костюм, который помимо круга состоит еще из брюк. Давайте познакомимся с ним подробнее. Плавательный костюм ПК был принят на вооружение Красной Армии в 1931 году. В некоторых документах его еще называют ПКТ. Он предназначался для переправы отдельных солдат или мелких подразделений при разведке и форсировании водных преград, а также для установки заграждений и для выполнения вспомогательных работ на воде. Костюм изготавливался из прорезиненной ткани и состоял из гидробрюк с ремнями, резиновых сапог с плавниками, пояса поплавка, двух весел, мешочка с запасными частями и упаковочного чехла. Плавники или утяжелители крепились поверх голенещ сапог-гидробрюк, а в некоторых костюмах составляли единое целое с сапогами. Пояс поплавок сшит из водонепроницаемой ткани и наполнялся соломой или другим легким материалом. Вес костюма составлял 16-18 килограмм и обеспечивал грузоподъемность до 80 килограмм. Без поплавка можно было выполнять работы в воде при глубине не более 120 сантиметров. Однако в 1939 году появляется более легкая версия костюма, получившая название модернизированный плавательный костюм. Его вес составлял всего 6,5 килограмм. Костюм также состоял из гидробрюк, которые держались на плечевом и поясном ремнях. По бокам гидробрюк размещались стройники для присоединения пояса поплавка. Пояс поплавок состоял из кольцевого проволочного каркаса, обтянутого прорезиненной тканью. Внутри находилось 15 резиновых перегородок. Также он оснащался плечевым ремнем и двумя боковыми ремнями для присоединения к гидробрюкам. На поясе поплавки устанавливался вентиль, через который поплавок надувался воздухом. Наконец, для упрощения маневров на воде боец получал фанерные весла. Для переправы в костюме через реку шириной 100 метров требовалось 10-15 минут. Порядок надевания костюма был следующим. Снять снаряжение, вынуть гидробрюки и пояс поплавок из чехла, не снимая сапог, надеть гидробрюки, подтянуть их до плеч и закрепить поясным и плечевым ремнями. Надеть пояс поплавок, для чего его следовало растянуть и опоясать им бедра. После этого застегнуть сначала плечевой ремень, затем прикрепить к боковым ремням гидробрюки. Далее, вынув пробку вентиля, требовалось надуть поплавок воздухом. Для переправы станковых пулеметов бойцы брали три поплавка и связывали их между собой. В походе костюм перевозился на повозках, а от места расположения обоза до переправы переносился за плечами. Также на шесть комплектов МПК выделялся набор с починочным материалом, который содержал в себе клей, резиновые ленты, ткань, ремни и шнур. Плавательные костюмы применялись не только инженерами, но и разведчиками и даже снайперами и сыграли важную роль в продвижении по затопленной местности или по рекам. К сожалению, найти подробные сведения и отзывы об эксплуатации мне не удалось, но известно, что костюмы применялись в советской армии даже после Великой Отечественной.